21 октября пройдет один из самых крутых турниров года UFC 294, где состоится реванш Ислама Махачева и Александра Волкановски, бои Хамзата Чимаева и Магомеда Анкалаева, дебют Шары Буллета и много других ярких противостояний. Уверен, что знаешь, кто победит и хочешь сделать ставку, то наши друзья Ван Икс дарят всем новым игрокам по промокоду ТРУДЖИМ до 25 тысяч рублей, регистрация в один клик и вывод на большинство платежных систем без потерь. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай свой бонус. Должен был быть Оливейра. Хорошо, он слетел. Но мы его уже били, и нам на это плевать. Они опять хотят бой с Волкановски. Первый бой был очень хороший, и Волк оказал достойное сопротивление. Но мы знаем, и его команда знает, мы победили. Единогласным решением. Оно даже было нераздельным. Да, без сомнений, Волк выглядел хорошо. Но в итоге он все равно проиграл. Его команда, он и весь мир знают. Он проиграл. Хотите Волкановски? Хорошо, давайте. Мы здесь. Если говорить о качествах, говорить о стиле, говорить обо всем, то Волку нужно быть на пике его возможностей. Ведь если не вырубить Ислама в первом или во втором раунде, то 25 минут боя покажутся бесконечными. И если в первом бою мы наблюдали усталого Ислама, то в этот раз мы можем увидеть усталого Волка. Я никогда не списывал Волка со счетов. Я всего лишь говорю, что короткое уведомление может стать проблемой. Но я все равно буду смотреть этот бой, ведь он охренителен. Может случиться что-то безумное. Если давать предсказания, то я, наверное... Блин, сейчас ставить против Ислама, так как ставить против Мейвезера. Он наверняка хорошо подготовился. Блин, я обязан поставить на Ислама. И даже несмотря на твит Ислама о том, что, типа, не оправдывая поражение коротким уведомлением, Волкановский ведь не сидел на диване и не жрал чипсы ведрами. Он тренировался. И я надеюсь, этих тренировок Волка будет достаточно для боя. Даже если он будет готов всего лишь на 80%, это будет охренительный бой как минимум в течение трех раундов. Что касается изменения геймплана, то Ислам в этом очень хорош. До тех пор, пока он здоров и хочет драться, с этим никаких проблем. Геймплан, геймплан. Мы можем изменить его в любом раунде, в любую минуту. Мы можем делать все, что угодно. Ведь Ислам слушает и выполняет. Сейчас я даже не думаю о том, как мы будем подходить к бою. И Ислам и я уже знаем, как это будет. Как нам правильно вести бой. В этом бою Волкановский постарается воспользоваться своим шансом еще больше. Он не будет беспокоиться о тейкдаунах, ведь в прошлый раз ему удалось выжить в партере. Да и лучше всего у него получалось в партере, а не в стойке. Поэтому он не будет ничего бояться. Это первое, про что я подумал. Волкановский будет идти вперед и будет выбрасывать кучу ударов. Он не будет слишком осторожен. Просто будет идти вперед. Он считает, что выдержит все, что выбросит Ислам. Но он может думать все, что ему захочется. Ведь когда дело доходит до боя, решает далеко не то, о чем кто-то из нас думал. Суть в том, какие действия они оба предпримут. Может, Волкановский не прогадает. Посмотрим. Если мы не пробьем Волкановский, то будет пять раундов. Я ожидаю пятираундовой войны. Так же, как и в первом бою, я жду пять раундов. И мне не нравятся все эти досрочные победы. Мне нравятся полноценные бои, когда мои мозги шевелятся на протяжении всех пяти раундов. Финишируем ли мы его в первом или во втором раунде? Нет, я так не думаю. Вот дерьмо, мужики, мне надо бежать. Тренировка началась. Тебе пора бежать? Да, то Ислам на меня уже смотрит, типа, тренер, уже пора. А я такой, вот дерьмо, реально ведь пора. Ислам сидит и смотрит, как ты даешь интервью и обо всем этом говоришь? Не-не-не, он не знает, чем я занимаюсь. Он зашел предупредить, что уже пора. Поэтому вы, ребят, извините, но я побежал. Перед прошлым боем мы с Алексом посвятили много времени защите от тейкдаунов. И перед этим боем это будет тратой времени. Мы уже изучили Ислама. Сабмишина не будет, ведь он 20 минут висел на спине. В первом бою, да, мы успешно выбрались из этого положения. Но, опять же, не было вообще никакой угрозы сабмишина. Вулк просто лежал, набирался энергии, бил его по голове. А теперь Ислам вообще не сможет его удержать. Как по мне, так самбо и борьба кэч – это одного поля ягоды. Никто в мире не знает никого, кто бы занимался чем-то из этих вещей. Мы слышали про борьбу кэч, мы слышали про самбо. Но мы никогда не видели, что это работает. Если Ислам проведет сабмишин, то это будет джиу-джитсу. Проведет бросок, то это будет бросок из дзюдо. Пройдет в обе ноги – это будет вольная борьба. Поэтому для меня самбо – это миф. Его не существует. Вулкановский станет тем, кто разоблачит самбо. И это увеличит его наследие в спорте. И не станет еще одного вида спорта. Большинство видов спорта умерло еще в 93-м году. А вот самбо каким-то образом сумело выжить до 2023 года. Вулкановский убьет самбо, и мы, наконец, перестанем слышать про этот русский танец. Ислам любит делать треугольник руками. Если попробует провернуть это дерьмо, то его ждет баги-чоук. А если опять задумает залезть за спину, то у него нихрена не выйдет. И что бы он там ни задумал, его везде будет ждать сабмишин. Александр Вулкановский великолепен. Это реально так. В этом нет никаких сомнений. Этот парень охренителен. А теперь давайте поговорим о последствиях этого боя. Если Вулкановский победит Ислама Махачева, тогда он станет чемпионом двух весовых. А это будет фантастика. Вулкановский реально верит, что может победить Махачева. Но самая большая опасность для него в том, что если он проиграет два раза подряд, тогда еще одного шанса ему не видать. Вот где реальный риск. Вот где реальная ставка. Кто из них лучший боец? Вулкановский и Махачев дрались в феврале. Прошло восемь месяцев, и вся работа над защитой от тейкдаунов, над борьбой, над джиу-джитсу, защитой от болевых. Вся эта работа поможет Вулку в этом бою. Я думаю, бой будет очень похож на первый. Сможет ли Вулкановский простоять пять жестких раундов? Я думаю, да. Мужик профессионал. Он всегда в форме, постоянно и регулярно дерется. Бензобак его не подводит. Да и уверенности в себе у него до хрена. Они с Исламом уже встречались в октагоне. Он знает, в чем его сила. Знает, чего ожидать. Знает его тейкдауны. Перед первым боем у него была очень длинная подготовка. Поэтому все, через что проходили он и его тренеры, уже имеется у них в багаже. Разница только в том, что прошло восемь месяцев. Восемь месяцев. Я обязан сказать, как сильно уважаю Вулкановский и как сильно уважаю Ислама. Это будет охренительный бой. Но в этот раз все будет с точностью да наоборот. В тот раз Ислам летал в Австралию. К Вулкановский на задний двор. А теперь все наоборот. Теперь Вулкановский будет драться в Абу-Даби. У Ислама, как люди говорят, на заднем дворе. Нельзя взять такого, как Вулкановский. На таком коротком уведомлении, не предложив хорошие деньги, Вулку хорошо заплатят. Он в беспроигрышной ситуации. Так же было и в его первом бою против Ислама. Все думали, что Ислам его переедет. И он опять в беспроигрышной ситуации. А если победит, тогда все. Он побьет большого и страшного Ислама Махачева. А если проиграет, люди будут говорить. Что ж, он принял этот бой за 10 дней. Чего еще можно было ожидать, когда он дрался против второго номера в Паунд-Фо-Паунд? Потому Ислам и сказал, не оправдывайся этим. Думаешь, идея о том, что это был очень близкий бой, появилась из-за того, какой была концовка вашего боя? Брат, когда бой близкий, тогда объявляются, объявляют раздельное решение. Но это был не близкий бой. Решение единогласное. Я минимум три раунда его бил. Я тоже думаю, ты в трех раундах победил. В этом я с тобой полностью согласен. Волк выглядел хорошо только последнюю минуту. Поэтому так много разговоров. В этот раз мне придется его прикончить и остановить. И люди сами все поймут. Считаю, в этот раз меня будет еще сложнее перевести. Хотя бы потому, что я свеж заведен, и моя защита от тейкдаунов на новом уровне. Я хочу выйти и сделать Исламу больно. Не хочу возиться с ним пять раундов. Хочу прикончить его пораньше. Не хочется проверять его бензобак. Я, естественно, могу это сделать. Но давайте не будем проверять. Прикончим его пораньше. Я очень заведен. Я очень свеж. Как физически, так и эмоционально. В этом бою я буду очень опасен. Скорее бы подраться. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой Труджим. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока.